здорово парни здорово мужики сегодня короткая как бы но очень такая емкая интересная тема о том что женщине все-таки нужен мужчина они соблазнитель и это касается ну вот в первую очередь ребят молодых да как бы которые звонят на собеседование которые в принципе приходят в тренинги которые с которыми я общаюсь где-то в жизни у юношей то есть у них понимание на сегодняшний день такое что мне нужно встроить какие-то фишки соблазнение это красивые слова какие-то красивые речевые обороты действия чтобы я грамотно смог привлечь елку девочку там молодую в клубе женщине нужен мужчина который будет действовать не только произнося какие-то фразы да как бы он будет показывать какие-то достижения какие-то свои дела допустим там парня 20 лет он ничего не знает про пикап ну я уверен что среди ваших там знакомых есть парни которых есть успех у девок они явно ничего не проходили из пикапа то есть вот у них от природы все классно все круто все дело не в каких-то фишках то есть соблазнительных каких-то красивых словах или каких-то клевых штуках которые они там где-то нахватались нет скорее всего тут что-то другое по логике наверное все таки там есть какие-то вот внутренние вот эти мужские силы до которые дают ему возможность легко общаться с женщинами в принципе туда подходите там взаимодействовать и вот очень часто глядя на таких ребят все остальные до молодежь они начинают испытывать не то чтобы комплекс неполноценности да хотя может быть его тоже когда-то очень часто смотришь как приходя в тусовку где ты ну там есть достаточное количество девок и среди них там 1 2 самых топовых ну за ними наблюдаешь не только ты а еще и половина вот этой тусовки на которой ты присутствуешь и пока ты ждешь прихода алкогольного до для того чтобы там начинать производить какие-то действия сексуального характера да как бы на словах скорее всего какой-то уже более активный тип подходит там и все все делает за тебя как бы ты смотришь на этой так повторяется из раза в раз володя очень любит говорить там про санитаров леса да это чуваки которые там уже к концу дискотеки подбуханные сами и подбирает вот этих девок которые там остались собственно говоря но не тех которые были в начале ухоженные самом деле это очень сильно бьет по самооценке несколько лет подряд ты смотришь ты наблюдаешь одну и ту же картину на днях рождения вот на всех каких-то вот этих социальных мероприятиях где есть люди там постоянно появляются какие-то лидеры самцы которые забирают себе вот этих женщин которые нравятся всем ты хочешь также но ты не знаешь как у тебя не получается потому что у тебя есть в голове как бы определенное представление о том как что надо делать что не надо делать что можно что нельзя вот собственно говоря и очень много всяких разных вещей которые тебя останавливают и вот это то что бьет по самооценке это потом прогрессирует да как бы и вызывает некоторые подавленное состояние ну для того чтобы его преодолеть вас есть один только способ это накидаться алкоголя и если каждый из вас сейчас посмотрит там да как бы на свои прожитые там годы там да там допустим с 16 там до 18 там или до 20 там трех лет примерно да если я сейчас говорю про молодежь отмотаете свой секс сколько там раз и у вас его было то в большинстве случаев он будет просто по пьянке мы все прекрасно знаем что женщина вот на сегодняшний день для мужчины это вот некоторые мерило успеха какая тёлка у серёги там да посмотри там или вот у этого чувака посмотри какой он лох а какая у него тёлка то есть так или иначе вот мужика меряют по его женщине ну так у нас принято каждому мужику с амбициями ему ну как бы нужны оценки оценки его достижений поэтому очень часто ребята покупают зарабатывать на квартиру на машину ради того чтобы показать свои достижения вот перед женщиной то есть это все делается ради женщины сейчас опять тут появится как бы некоторое количество людей которые говорят да не я делаю это для себя но очень важно ребят показатель взрослого человека это тогда когда ты начинаешь задавать себе неудобные вопросы и самое главное на них еще уметь отвечать как только ты начинаешь себе задавать неудобный вопрос это будет говорить о том что ты уже становишься относительно взрослым так вот вы задайте себе вопрос для себя ли вы все это покупаете да или к этому стремитесь потому что что-то мне подсказывает что большинство из вас делают это для того чтобы быть успешным и состоявшимся в глазах женщин которые собственно говоря вас после этого выберут когда посмотрят что у тебя такая тачка или такая квартира ли или еще какие-то твои там материальные достижения женщине нужен мужчина как бы они не соблазнитель вот это опять же это ваше главное заблуждение потому что когда приезжает парни на тренинг у них есть понимание вот им надо побыстрее вот слямзить вот эти фишки и встроить их в свою жизнь я вот уже сейчас побуду повторяться что если на 10-летнего ребенка навешать вот обучить их вот этим словесам словооборотом вот как общается пикаперы некоторые да с какими-то фишками то вряд ли у него будет успех есть разная молодежь которая точно не ходила на на какие пикап курсы если у вас есть такие знакомые вы знаете что они точно не ходили не на какие пикап курсы и у них все получается потому что там изначально встроены правильные мужские привычки поведенческие большинство наших ребят кто к нам приходит там сожалению ли к счастью но эта статистика такая многих из вас в большей степени воспитывали мамы бабушки сестры там ну то есть это женщины вас больше женской энергии когда вы подходите знакомиться элементарно да то есть даже насмотревшись там каких-то видео вы не можете обработать самые элементарные возражения не потому что не знаете красивых фраз да как их обрабатывать а потому что вас ее отказ начинает подавлять понимаете потому что мама в силу своей привычки когда допустим отец не может вносить должного внимания там должного времени там воспитание допустим где-то там батя подбухивал там в период полового созревания своего сына там не участвовал не принимал там не принимал участие сидел в тюрьме то мама так или иначе начинает брать на себя мужские функции и мама начинает наказывать сына там гасить его давить собственно говоря это все заходит вот сюда и потом это воспринимается как вот так и воспринимается что женщине нельзя перечить нельзя с ней связываться либо хуже того еще у этого все уходит в агрессию поэтому когда вы подходите на улице пытаетесь там ну попробовать там взять телефон вас там грубо говоря отшивает посылает то есть ты либо это все проглатываешь либо там можно сказать да пошла ты там или как-то огрызнуться о том чтобы надавить и проявить свой мужской характер здесь нет правильно встроенных привычек так вот самое главное ребят для того чтобы успешно общаться с женщинами нужно нужны правильно встраиваемые мужские привычки именно мужские привычки они привычки там соблазнителя должен себя проявлять как мужчина как мужчина по отношению к женщине как вы думаете какая самая главная функция мужика по отношению к женщине я знаю что володя говорил на своем канале о том что женщине нужен мужчина который раз ей здорово и сильное потомство то есть она будет выбирать сильного самца для того чтобы произвести там здоровое потомство это все правильно но вот если брать вот совсем 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 природное назначение до биологические все-таки потому что вот из тех кто вот может осеменить принципе и собственно говоря там родить ребенка как бы может даже там какой-то слабый хилый чувак потому что но у него есть здоровое семя на самом деле настоящая миссия мужчины по отношению к женщине это ее безопасность то есть ее безопасность и безопасность ее будущего потомства поэтому когда вы будете подходить в следующий раз женщине там девушки начинать знакомиться у вас не должно сидеть в голове что сейчас я буду закидывать какие-то фишечки у вас должно сложиться правильное понимание что вы этой женщине должны дать защиту и вот через это вы должны проявляться как мужчина поступки которые характеризуют мужика как мужика давайте попробуем вспомнить когда мы вы там были маленькими нам читали сказки даже даже вот с такого возраста нам доносят что мужчина который там там иванушка там я не знаю вот вообще все эти сказочные герои когда они шли там за своей женщины которая оказывалась там в беде в жабы превращалась там в кого-то еще вот он пока до нее шел там вот пол книги у него с ним случалось постоянно всякая херня его там гасили лешие там баба яга его пыталась что-то напоить и изнасиловать там я не знаю что то есть ну повспоминайте то есть у него на к через через каждые две страницы попадался какой-то новый персонаж который хотел его сбить с пути обмануть что там сделать собственно говоря и вот весь этот путь да как бы там не говорится о том что у него там было бентли там или бабки как у него там был конь было какое-то оружие и он собственно говоря там пешком как бэкпэкер там ну грубо говоря там пол пол мира там пол царства пол страны рулил и шел продвигался к этой женщине обязательно преодолевая какие-то препятствия то есть доказывая свою мужскую состоятельность своими поступками поэтому когда он там уже оказывался в районе этой женщины там не знает башня там или где-то она сидела в общем где она сидела то есть у него за плечами уже был целый набор преодоленных так сказать препятствий это был некий гарант для этой женщины что у этого чувака с ним как бы не страшно пойти никуда если она за ним выйдет замуж то есть она может не переживать на пути к ней он замочил всех тварей всех гадов и разобрался со всеми препятствиями вот это его поступки это его как бы заслуги это вот вот это гарант мужчины так как бы на то чтобы он называл себя мужчиной вот таких мужиков выбирает женщины вот ребятки ребятушки прежде чем вы там соберетесь в поля насмотревшись роликов заучивший там какие-то фраз вы должны понимать что подходить туда нужно мужчиной да как бы в первую очередь настаивать там пытаться добарываться пытаться там брать свое вы понимаете как бы нужно всегда доказывается свою состоятельность даже в нашем тренинге каждый раз когда вы будете подходить девкам то есть вы будете постоянно бороться с самим собой вот эта борьба с собой вот это искусство маленьких шагов есть кстати очень хороший фильм про анатолия тарасова это известный хоккейный тренер который натренировал охренительно нашу олимпийскую сборную по хоккею который там в канаде по моему в семидесятом или в каком-то 73 году когда произвела фурор они оттягачили канадцев вот собственно говоря тренер который натренировал невероятно сильную команду вот у него есть фильм где он рассказывает что они там добавляются до конца и вот эта привычка даже на тренировках отдаваться вот полностью полностью себя отдавать учиться работать на исходе сил я даже вспомнил как раньше в школе я не знаю сейчас есть такая тема или нет было модно делать выход силой да ты там подтягиваешься надо закинуть один локоть сюда и другой сюда это называется выход силы это достаточно сложно но это было очень такой популярная популярный финт как бы он характеризовал тебя как ну некоторого такого успешного человека который занимается спортом вот собственно говоря вот этот выход силы когда у тебя уже там все ну просто тип ты преодолеваешь себя если есть спортсмены вы меня да поймете вот эти маленькие привычки добарываться до конца в мельчайших деталях они формируют твой характер если мы сейчас вернемся в самое начало когда я рассказывал про парней которых там правильно воспитывали в том числе отцы женщина она такого как бы ну дать не может если она жалеет своего ребенка но в силу своей природной женственности ну как бы там получается перекос так вот ребята обратите внимание на то что вам нужно становиться неграмотными пикаперами все таки а вам нужно становиться мужчинами и встраивать правильные мужские привычки через поступки поступки это это постоянная борьба с собой это постоянно преодоление себя поэтому кто хочет прокачаться ссылка в описании ребят приходите сегодня прям у меня это накипело я очень хотел это все высказать я надеюсь молодежь которая смотрит может быть и ребята постарше если вам это зашло пожалуйста ставьте лайк как бы я старался а а а а